что у американских военных, вероятно, не только у американских военных, но и у них, конечно, у них есть то, что мы называем летающими источниками. Да. Это антигравитация. Да. Да, именно так. Это антигравитационная технология, и это технология, которая прекрасно может быть создана людьми. Но есть и другие технологии, и ты знаешь, гораздо более продвинутые, чем те, которые будут нечеловеческими. И ты знаешь, что у вас есть эти подземные базы, называемые тупицами, глубоко подземные военные базы по всей Америке, да и по всему миру. Это Pine Gap, например, в Австралии. Это верно. А чем ниже, тем они уходят на много миль вниз, некоторые из них уходят в землю, и они находятся на разных уровнях. И чтобы спуститься на каждый нижний уровень, тебе нужен более высокий допуск. И я разговаривал с людьми, и время от времени люди-осведомители сообщали различные откровения о том, что происходит на нижних уровнях этих подземных военных баз. И они говорят о месте уровнях, где они взаимодействуют, эти нечеловеческие сущности, такие как рептилии и так далее, взаимодействуют с учеными людьми, и что у вас есть. И ты знаешь, это технология, которая появляется. Я так часто подчеркивал это на протяжении многих лет. Ты знаешь, никогда не бывает такого момента, когда люди сидят за столом и барабанят пальцами, думая, хорошо, что же. Мы должны сидеть сложа руки и ждать, пока какой-нибудь гик в гараже в Силиконовой долине разработает следующий уровень технологии, необходимый нам для внедрения этой системы контроля. Нет, это просто выкатывается наружу. Это выкатывается все быстрее, быстрее и быстрее, потому что это выходит из этих глубоких подземных военных баз. И в этом есть смысл. Ваш Майкрософт и Мистер Айк, это имеет смысл. Вот почему это выходит на передний план. Это уходит в океан, чтобы подойти к нему. Вот и все. Ваш Майкрософт и ваши крупные компьютерные компании, занимающиеся программным обеспечением, это просто прикрытие, как и ваш Билл Гейтс и ему подобные, чтобы вывести технологию из подполья в человеческое общество, чтобы люди не понимали, откуда она на самом деле взялась. А вот что происходит. Таким образом, технология летающей тарелки, физической летающей тарелки, абсолютно человеческая, а гораздо более продвинутые, они будут нечеловеческими. И было кое-что, с чем я столкнулся в 1990-х годах, о чем я писал, что канадский журналист по имени Серж Манас, раскрыл план-проект или проект Bluebeam, чтобы имитировать вторжение инопланетян, чтобы оправдать централизацию глобальной власти. Ты помнишь, как Рональд Рейган однажды сказал, что если произойдет вторжение, если произойдет вторжение извне, мы все соберемся вместе, не так ли? Он говорил о ситуации с Россией и Западом. И если ты хочешь оправдать централизацию власти, то скажи, что мы должны сделать это глобально, чтобы противостоять угрозе извне, любой угрозе извне. Если ты этого хочешь. У меня есть одна вещь, я использую эту фразу с 1990-х годов, реакция на проблему, решение. Ты хочешь изменить общество, но ты знаешь, что если ты просто изменишь его, то получишь большой отпор. Так что ты знаешь, что это создаст проблему или иллюзию таковой. Ты заставляешь общественность сказать, сделай что-нибудь с проблемой, а затем открыто предлагаешь решения созданных тобой проблем, которые продвигают твою повестку дня дальше по дороге так, как тебе никогда бы не сошло с рук, не создав проблемы или иллюзии таковой. А если ты хочешь глобального решения для глобализации мира, централизации глобального мира, то тебе нужны глобальные проблемы. Значит, тебе нужно глобальное потепление. Тебе нужен глобальный ковид. Тебе нужна глобальная атака извне со стороны инопланетян. Суть в том, что инопланетяне не придут. Они уже здесь и находятся у власти по всему миру. Это откровение. Ты читал что-нибудь у доктора Грега Нолана? Он был, он был. Может быть, может быть, может быть на протяжении многих лет, но у меня было так много всего. Я должен сделать это очень, очень быстро. Так что он лучший врач по крови в мире. Из ниоткуда появляются УБН, секреты, не УБН, секретная служба, что угодно, крупные правительственные чиновники. Они приходят, он думает, что это розыгрыш. Они начинают показывать ему фотографии этих блюдец, так далее и тому подобное. Он думает, что его приятели в офисе разыгрывают его, потому что он врач по крови. Он не занимается подобными вещами. Так как питчеры попадаются в этих костюмах, один питчер был кем-то мертвым, и это привлекло его внимание. Тогда он начинает смотреть и начинает понимать, что в этой реальности они не разыгрывают его. Они дают ему тысячу случаев. И он говорит, что, знаешь, эти люди видят НЛО, хорошо, он повар, он повар, он повар. Но как только эта поваренная коробка становится слишком высокой, значит кто-то что-то делает, или если есть смерть, или так далее. Так что они дают ему всю эту информацию, так что теперь он вникает в нее. Так что он сужает список до ста из этих тысячи наблюдений. Ходит на собеседование, все сто, сужает список до тридцати. У каждого из тех тридцати человек, которые подошли слишком близко к НЛО, беспилотнику, который мы сделали, о котором мы просто никому не говорим. У них в мозгу была тонна белого вещества. И один человек, который заявил, что прикасался к нему, умер, но тело у них было. И он провел исследование, и ему показалось, что если подойти к нему слишком близко, оно поджарит часть твоего мозга, и именно из этого состоит белое вещество. Это ничем не отличается от того, что если я пойду за реактивным двигателем, когда он вот-вот взлетит, я поджарюсь. Ты ведь будешь разговаривать со мной в огнезащитном костюме, верно? Мне просто интересно, как ты относишься к этой ситуации в этой реальности. И опять же, я всегда возвращаюсь к этому, и ты ранее высказал очень хорошее замечание, почему вдруг именно сейчас? Чтобы отклониться, разделить, что же еще? Да, ну все, что генерирует достаточно мощное электромагнитное поле, будет воздействовать на электромагнитное поле человека. На мозг, который по своей природе является электрическим и электромагнитным, это будет иметь такой эффект. Это как попасть под лазер или что-то в этом роде. И мысль, которую ты там высказываешь, интересная, и я сам ее высказал. Я помню 1990-е годы, когда я путешествовал по Америке, и когда ты говорил об НЛО, официальным ответом были метеозонды, чепуха, плод воображения. Или это можно легко объяснить. Какой ты сумасшедший. Да, а теперь вдруг за последние два года они действительно начали ставить это тебе прямо в лицо, воспринимать всерьез и говорить, о это ремесло и делать вещи, которых мы не понимаем. Продолжение следует...